Внимание! Первый микрофон включён. Говорите! А, вот как! Дорогие друзья, добрый день! Снова мы в телевизоре, снова на волне радио НВК Саха. Радио-шоу продолжает свою работу. Ну и сегодня у нас в гостях вот какие люди. Это те товарищи, которые отвечают за общественный транспорт в нашем городе. Ну, давайте представимся. Трофимов Павел Егорович, здравствуйте. Начальник отдела организации контроля транспортной деятельности администрации городского округа. Бутаков Николай Викторович, АКБ Алмаз-Иргенбанк, руководитель проекта «Автотранспортная карта». Я правильно вас представляю? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, похоже. Да, хорошо. Ну и от общественности мы пригласили нашего коллегу, журналиста Винокуру Маргариту Егоровну, корреспондент корпоративных медиа СВФУ, кандидат ПЕТ-наук, заслуженный работник образования республики. Здравствуйте. Да, спасибо. Ну, давайте сразу начнём. Какова была история вот ваша? Потому что в СМИ уже вы, можно сказать, прославились в связи с такой поездкой. Это было 5 декабря. Доброе утро, дорогие слушатели и телезрители. Ну, вот, конечно, мне очень неудобно, что я оказалась в такой ситуации, в которой я бы никогда бы даже в страшном сне мне бы не присутствовала. Но, тем не менее, история такова, что 5 декабря я после своих дел села после 6 часов возле ДП-1 на маршрутный автобус 25. Целью доехать до кинотеатра «Центральный», где я на Паярково проживаю. Ну, и не доезжая до своей остановки, я предъявила вот эту транспортную карту социальную, в которой, да, я внесла деньги ещё 21 ноября за декабрь месяц. И вам надо сказать, что эта социальная карта, она делалась долго. Я в октябре заявила, и она где-то в Москве делалась, и я получила его в конце ноября. Вот как 21 ноября и внесла деньги. Как оказалось, когда при прикосновении к терминалу водителя, эта карта не работает. И водитель мне сказал, что ваша карта не рабочая, платите 25 рублей. Я сказала, что я уже ввела деньги, и поэтому повторно платить не буду. И когда он как-то начал возникать, требовать у меня 25 рублей, я порыла в своей сумке, показала ему повторно карту, и вытащила квитанцию, в которой написано 408 рублей за декабрь. А он у меня вырвал вот эту карту и положил к себе в лоток с деньгами. Мне это очень не понравилось, конечно, потому что эта карта же, она бессрочная и так далее, его долго делают, поэтому я продвинула лоток к себе и вырвала вот эту карту свою. Потому что, конечно, я в таком... Во всем? Да, никаких там денег и так далее, как вот пишут в комментах, в формах, на поле не ронялись, ни копейки. Я вот если бы что-то выпало, я не знаю, шофер бы что со мной бы сделал. И, конечно, в это время немножко вот этот терминал-то упал на бамперы вот такой внизу, да. Я подобрала и положила. Шофер очень сильно рассердился и сказал, что отвезет меня в полицию. Я тоже сказала, ну тогда давайте разберемся в полиции. Я сказала, я журналист, давайте разберемся, если эта карта... Почему не работает? Я, Алмаз Иргенбанк, ввела деньги, и она должна работать. Поэтому, поскольку я заплатила повторно, я не буду платить. Он меня отвез к Надзежинскому. Пассажира попросил освободить салон, хотя другие просили, чтобы отвезти их по маршруту, что они за меня заплатят 25 рублей. Но я сказала, что спасибо, не надо, я могу платить, поскольку я принципиально платила. И он меня привез во двор Дзежинского, не знаю, полиция или нет. И долго... Я в это время позвонила журналистам и сказала, что меня водитель шофера автобуса, машина, арестовали и привез в полицию. Говорит, что мне сделать, давайте помогите, как это... Потому что я действительно перепугалась, как я могу оказаться в полиции даже. И в это время стали поступать ко мне на звонки. Галина Алексеевна позвонила, из редакции позвонила. И вот нужно сказать большое спасибо вот этим журналистам, которые вот это быстро откликнули. Все понятно, все понятно. И шофер пошел на попятную. Ну, какое-то время прошло, я сидела. И он говорит, давайте это самое, поизвините меня, я поступила неправильно, ну и так далее. Я долго не могла успокоиться, что вот такое положение, что меня, пожилого человека, вот таком людей выставили, меня таким образом и привезли в полицию на звон. Хотя он туда, оказывается, не звонил, просто он хотел напугать. Я сказала, ну потом я в какое-то время назвала, ну ладно, сказала, потому что так нельзя делать. И я назвала свой адрес, куда привезти. Вот он меня на поярковый привез. Казалось бы, на этом дело исчерпано, но тут на меня вот налетели наши собратья. И вот по горячему следу стали писать. А потом комменты пошли, в котором, конечно, я бы обращаюсь вот этим, к нашим гражданам, что вот такие разные домысли и так далее. Не надо писать ни к сторонам водителя, ни к сторонам основные претензии. Матери Генбанку, почему эта карта не работает? Вопрос к вам. Ну, пожалуйста, Николай Викторович, Алмаз-Иргенбанк, руководитель проекта «Автотранспортная карта». Для нас тоже это была достаточно как бы новость, что карточка не работает. У нас в банке сейчас проходит внутреннее расследование. Я конкретно, оно еще не завершено, поэтому каких-либо комментариев по поводу того, почему карта оказалась нерабочей, я сейчас дать не могу. Ну, то есть банк проводит внутреннее расследование. Как только будет информация, мы, соответственно, доведем, в том числе и укажем комментарии вот в сети интернет, где идут на форумах обсуждения, и, соответственно, дадим информацию. Понятно. Дорогие друзья, звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы. 32-00-66, 32-11-66. Ну и вот первый дозвонившийся. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я вот возмущена, Алмаз-Иргенбанку, потому что я лично сама по маршруту 19 со стороны медцентра, в центр города оплатила бабушке тоже 25 рублей. Бабушка не была, она не такая была, чтобы не звонила, ничего, да. Копалась-копалась и не могла найти, но она уверяет, что она тоже заплатила деньги. И вот, видите, автобусные такие делают. На 103 тоже видела женщину, которая временной удостоверением ходила. Вот временная карта Алмаз-Иргенбанка. А как она возмущалась, вот эта женщина, которая обслуживает 103. Она говорит, вот не знаю, что там творится. То есть у вас вопрос к кому? У меня вопрос к Аргенбанку. Какой? Почему у вас, если человек оплачивает, почему вот в маршрутах показывает, что у них нет денег. Ну, то есть, получается, да. Спасибо вам огромное за вопрос и за ваш комментарий. Николай Викторович, ну, действительно, проблем очень много с этой транспортной картой. То есть она где-то местами работает, местами не работает. С 5-го числа она начала работать только, вот многие говорят, не с 1-го декабря, а с 5-го. Хотя люди, вот как и наша Маргарита, подали заявление и, в общем-то, оформляли, начали оформлять гораздо-гораздо раньше. Ну, необходимо по таким ситуациям. У нас круглосуточный работает колл-центр. Необходимо прозванивать, если появляются такие ситуации, в наш колл-центр. По каждому случаю мы будем разбираться. На самом деле у нас более 17 тысяч социальных карт, которые используются в транспорте, ездят. И, ну, бывают разные ситуации, когда, может быть, где-то, я думаю, и есть, скажем, некомпетенция в работе работников банка, но где-то есть ситуации, когда граждане сами поздно вносят деньги на счет карты, и, соответственно, карточка блокируется для проезда на следующий месяц. Поэтому случаи бывают разные. Надо в каждом конкретном случае проводить разбирательство. Но, видимо, таких случаев будет очень-очень много, буквально каждый второй, потому что, действительно, я слышала очень много историй от людей, что именно с 5-го числа карта начала работать. А вот у Маргариты она была вообще не активирована, но как раз вот 5-го числа, да? Да, 5-го как раз и для нее была активирована. Еще раз хочу отметить, что конкретно по карте Маргариты проходит внутреннее расследование в банке, выясняется ситуация. Сейчас я прокомментировать не могу, потому что ситуация возникла. То есть мы о ней узнали только вчера, и для разбирательства требует определенного времени. Хорошо, разбираемся, в общем, конкретно в каждом случае. Вот нам позвонили наши граждане, кто ездит с зайцами или оплачивает проезд. Алло, здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Ну, я тоже хочу вот это вам сказать, да. Я тоже оплатил 22 ноября социальной карты 480 рублей. Ну, первый день он был неактивирован. Ну, вот эта вина, я считаю, алматичной банкой. Спасибо вам огромное. Еще один вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот транспортным картам, даже вот социальной карты, когда я имею, я ездила, и этот автобус у меня 25-й маршрут, 25-й номером, и маршрут 4-й. А вот 4-й запомнила номер. КАК 545 автобус был. В понедельник, день понедельника, 5-го числа. Дважды они нажали, дважды снимали с меня с карты. Почему так делают? Когда я говорю одна, сейчас ухожу, говорю, при выходе они два раза, даже три раза делают и снимают с карты. Ну, дорогие друзья, вот к нам присоединился еще один гость, Сергей Николаевич, руководитель... Да, так, давайте вот так вот. Но скажите, пожалуйста, видимо, вопросы адресованы все-таки к вам. Ситуация такая, что сколько они раз и пытаются снять поездки, если не так будет оплата только за одну поездку, это сделано специально программным засечением для того, чтобы исключить возможность мошенничества кондукторами и водителями. Поэтому ничего не опасайтесь, с карты будет только одна поездка снята. Возможно, водители или кондукторы это делают, бывает не очень хорошая связь, может, что-то у них не получается, поэтому несколько раз пытаются как бы снять с карты поездку. Ну, то есть снимается один раз? Да, она в любом случае один раз. Это умышленно сделано для того, чтобы обезопасить именно пассажиров, чтобы не было никаких недоразумений с оплатой проезда. Сергей Николаевич, вот скажите, вот Маргарита, допустим, да, вот водитель выхватил у нее карту, запихал к себе в лоточек, а вот предложить вот это устройство, считывающее за оплату, его можно каким-то образом где-то закрепить в автобусе, чтобы, как говорится, и водитель был со свободными руками? А то получается он как жонглер, и постоянно создается какая-то такая опасная ситуация, можно попасть в ДТП очень запросто, потому что водитель должен крутить баранку, в то же время, значит, ему суют тысячные купюры расплатиться, и в то же время он должен как-то жонглировать еще и вот этим устройством. Вы не думали вообще о том, чтобы как-то вот немножко, ну, о людях подумать как-то вот? Ну, на самом деле, все об этом знают, и проблема у нас именно с кондукторами, потому что нет такого количества кондукторов. Сейчас приобретается новое оборудование, это, по сути, электронный кондуктор, здесь будет самообслуживание. Все понятно. Мы вернемся через некоторое время. Продолжение следует... Потому что многие люди, которые живут в центре, это не обязательно, что они все миллионеры там какие-то, да, в общем-то, зарплата весьма такая средняя, и, естественно, у людей, ну, это вызывает какое-то раздражение. Почему сразу, ну, скажем так, на 5 рублей повысили? У нас все автобусы ездят в основном на газе, ну, насколько мне известно. И, собственно говоря, как это все объясняется? Ну, на самом деле, не повысили на 5 рублей, а проезд стал дешевле в городе Якутске на рубль. Поэтому резиденции расширили систему дифференциации тарифов и предоставили право выбора нашим горожанам самим выбрать, и по какому тарифу им удобнее передвигаться по городу Якутску. То есть много ездите, мало платите, мало ездите, больше платите. То есть это достаточно справедливо. Но, в принципе, да. Изменение тарифов, оно здесь очень долго, эта система прорабатывалась, порядка двух лет, для того, чтобы найти самое такое оптимальное решение. Оно сегодня найдено, оправдано. То есть мы тоже проводим вопрос, горожан довольны. И самое главное, что у нас с 2014 года идет резкое удорожание топлива, запасных частей, самих автобусов. Задача стоит поставлена главой города, чтобы обновлять подвижной состав, большей вместимости, транспортные предприятия где-то тоже должны взять деньги, чтобы приобрести эту технику, выплачивать сотрудникам зарплату и прочие все соответствующие нести расходы. Дорогие друзья, дадим слово нашим радиослушателям, телезрителям. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Вы в эфире. Здравствуйте. Да. У меня вопрос. Я вот тоже, так, Алма Сергеевна банка, с банкомата, купил за 720 рублей за 40 проездов. Там карта должна же взимать 18 рублей. А вот я езжу в автобусах, они взимают по 20 рублей. Вот когда на 109 садится, вот у кондуктора спросил, почему за 25? Она сказала, я не знаю, у нас карта снимает 25. Вот на базиках езжу, я спрашиваю, они тоже снимают 25, почему так? Спасибо вам огромное. Ну, действительно, да, почему так? Николай Викторович, надо более подробно объяснить ситуацию. Здесь следующая ситуация. На самом деле, кондуктор должен знать, какую сумму он вводит, то есть за какой проезд идет оплата. То есть у кондуктора на чеке выбивается сумма, которую он должен получить наличными деньгами. На самом деле, с картой никаких денег не списывается, потому что карточка, вы уже за нее заплатили. Это карта поездочная, то есть проездной билет. И там находятся только поездки. Поэтому на чеке нужно обращать только на баланс остатка поездок. То, что сумма там 25 рублей, это чистая информация для кондуктора. Скажите, пожалуйста, вот у нас еще один звонок, да? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. У меня вопрос такой. Почему у вас все изменения происходят в зимнее время? Все изменения в зимнее время? Ну, вообще планировалось все это ввести в новую систему оплаты с 1 августа. Ну, по техническим причинам прошла задержка. Здесь и была доработка программного обеспечения, и самого устройства. Ну, получилось на зимнее время. Ну, в принципе, это принципиальной разницы никакой нет, что с августа начинать по новым тарифам ездить. Тем более, что тариф стал дешевле. Я думаю, что большая часть горожан приняли достаточно хорошо эту новость. Ну, вот вы говорите, да, что денег не хватает на, как бы сказать, чтобы обновить автопарк, и обязаны вы обновить автопарк. Но, тем не менее, у нас цена за проезд, стоимость увеличилась. Ну, скажите, пожалуйста, а почему автобусы, вот, знаете, из прошлого года, в прошлом году вы тоже к нам приходили на эфир, ничего не изменилось, собственно, коренным образом? Салоны, как правило, не сияют, так сказать, чистотой. Водители точно так же крутят шансон там, ну и так далее. На самом деле, работа, она ежедневная, может быть, не видна. Ну, здесь еще зависит от наших горожан. То есть, чистотой он никогда не будет, автобусы у нас, в принципе, потому что каждый день в автобусах убирается. После смены там ведрами вытаскивают семечки и прочие всякие вещи. Салоны, к сожалению, зачем-то режут, чертят там, рисуют в них постоянно для чего-то. Дома на диване же диван никто не режет, когда сидит, кино смотрит. Почему-то автобусы они свои автографы оставляют на память в каждом автобусе. Поэтому, я считаю, здесь надо вместе нам идти к улучшению услужения. То есть, с уважением относиться к тем людям, которые всех утром и вечером с работы доставляют домой. А работа проводится в большей части по расписанию движения, по графикам. То есть, испытываются новые автобусы среднего класса, китайского, российского производства. Есть сегодня проблемы с кредитованием, потому что процентные ставки очень высокие. И сейчас прорабатывается вопрос и с фондами развития Дальнего Востока, и всеми, чтобы найти какие-то всевозможные варианты льготного кредитования именно по обновлению подвижного состава. То есть, эта задача номер один сейчас стоит для транспортных предприятий. Поэтому работа... Нет, ну а воспитательная работа какая-то ведется с вашими водителями? Ну, просто неприятно иногда в автобусы входить, вот честно. Но приходится в такие морозы. Ну, я не знаю, что у вас неприятно в автобусе, но, по крайней мере, работа ведется. Везут, и слава богу, да? Почему везут? То есть, везут согласно расписанию, видите, и табло у нас, и программа, и транспорт, все работает, информация полная о работе. Но по поводу табло это еще можно как бы спросить, потому что многие вот так называемые оповещатели, ну или как вот табло, да, установленное на теплых остановках, в теплых остановках, они, ну, не знаю, вот на некоторых остановках, где я была, они не работают. То есть, невозможно понять, когда приедет автобус следующий, допустим. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Совершенно вас не слышно, но пока примем второй звонок. Алло, здравствуйте. 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 Говорите, пожалуйста. Так, насчет вот проездных я хотел задать вопрос, да? Ага. Во-первых, почему Алмаз-Иргенбан, вот эти новые проездные, они сделали многоразовым пользованием, так? Потому что они, этот, картонные, и любое время они рассыпят, и даже в карманы вот сейчас носят, и все, у них там все помялись и все прочее. Так, во-вторых, это вот Алмаз-Иргенбан действительно, вот эти вот, как его, один раз, допустим, месяц дает, а вдруг человек заболел, срочно в командировку уехал, или куда-то уехал, все эти деньги пропадают. А Алмаз-Иргенбан, эти деньги все крутят на кредиты. Вообще, эти меры тоже связаны в этом. Вот, поэтому, как это, именно от людей снимать эти деньги, вот в такое время, в рейдерсное время? Ага. Спасибо огромное, это очень хороший вопрос, и вот действительно, допустим, человек вот уехал куда-то там, срочно и неожиданно. Скажите, вот эти поездки, почему они сгорают-то, допустим, неиспользованные? Ну, дайте я объясню. Здесь это проездной билет, и помните, наверное, когда кто постаршего поколения, в 80-е годы, покупали проездной билет на месяц, уехали в командировку, не уехали, разницы нет. Сейчас совместно было в администрации принято решение, чтобы дали возможность не один месяц пользоваться этим проездным билетом, а два. То есть, если кто-то, человек уехал в командировку, у него есть возможность использовать его по приезду с командировки в стране. То, что касается самой основы, картонной или нет, ну, во-первых, на другом носителе эта карта, как бы, она будет в разы дороже, получается, и тем более, что есть у нас транспортная карта, на которой никакие деньги не сгорают, то есть, тариф там тоже ниже 21 рубль, можете пользоваться транспортной картой, проблем никаких нету абсолютно. То есть, есть у нас три блока поездок, то есть, разовая поездка, транспортная карта и проездные билеты. Проездной билет, он с ограничением сроков. Я еще хочу застрять внимание, что вместо 30 дней сейчас действует 60 дней. Пожалуйста, пользуйтесь. То есть, в принципе, можно как бы, ну, хотя бы не бессрочно, но хотя бы на два месяца продлить действие этой карты. А он сейчас и действует два месяца, 60 дней, да? Два месяца. То есть, если люди уезжают на полгода, то есть, все равно эти поездки сгорают. Ну, здесь же вы же сами, прежде чем приобрести какой-то проездной билет, четко, ясно же, осознаете, по какому тарифу. Если вы знаете, что через три дня вы уедете, зачем вам покупать 60 поездок. Вы можете либо купить 20 поездок, либо транспортную карту приобрести, где вообще, может, вообще, пять лет храниться ваши деньги, никуда не идти. Еще один вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я вот приобрела карту проездную на 60 поездок. Со вчерашнего дня она у меня уже не работает. Ага. Ну, то есть, какая-то техническая неполадка, видимо, с этой картой. Сегодня я отнесла эту карту в Массер-Гиенбанк. Они сказали, заберут эту карту на 10 дней на экспертизу. Ага. То есть, 10 дней вы должны ходить или пешком, или платить по максимуму. Ну, вот что происходит с картой? Хорошо. Мы отвечу на этот вопрос. Дело в том, что карточек продано уже порядка 15 тысяч. Конечно, есть карты, которые, ну, как и каждый инструмент, выходят из строя. У нас техника ломается и бытовая, и всякая, да. Несмотря на это, у нас, значит, ну, как говорится, карты действительно выходят из строя. Карту принимаем на экспертизу на 5 дней. На самом деле, я не знаю, почему там ответили на 10. Соответственно, если, да, выяснится, что карта неисправна, мы возвращаем деньги. Угу. Дорогие друзья, ну что, в общем-то, у нас разговор, собственно говоря, как бы только начался. Проблем действительно очень много. И это заставляет нас задуматься и МУП ЯПАК, да, Сергей Николаевич, и Алмаз Иргенбанк, ну и, собственно говоря, городскую администрацию тоже. Все-таки необходимо какие-то внести коррективы вот в эту систему и сделать эту работу гораздо приятнее, чтобы мы ездили, как говорится, с комфортом. Всего доброго, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok